Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Фрэнк Кардаган Каукер, английский художник, иллюстратор портретов, исторических и литературных сцен, которого называют последним из прерафаэлитов. Родился 16 октября 1877 года в семье Фрэнка Каупера, писателя и пионера прибрежных круизов на яхтах, и внука ректора Уикина. Я пользуюсь википедия переводной. Сначала он изучал искусство в художественной школе Сент-Джонс-Вуд в 1896 году, а затем продолжил обучение в школах Королевской академии с 1897 по 1902. Он впервые выставился в Королевской академии в 1899 году и два года спустя добился успехов у критиков со своей картиной «Аристократ, отвечающий на вызов на казнь». В 1902 году провел шесть месяцев, обучаясь у Эдвана Остина Эбби, прежде чем отправиться в Италию. Работал как с акварелью, так и с маслом. Также работал книжным иллюстратором, создавая иллюстрации, к императорскому Шекспиру, сэра Сиднира Ли внес свой вклад в создание фрески в Палате Парламента в 1910 году вместе с Байям Шоу и Артуром Пейном. По мере изменений художественной моды Каупер все чаще выставлял свои портретные картины, но все еще продолжал создавать исторические литературные произведения. Уехал на пенсию из Лондона в Глостерши. Его «Гадкий утенок» был признан любимой картиной посетителей художественной галереи и музея Челтенхэма в 2005 году. Рекордная цена картины Каупер на аукционе «Крести» в Лондоне 17 декабря 2011 года составила 469 250 фунтов стерлинга за работу Богоматерь плодами земли. Умер художник в возрасте 81 года 17 ноября 1958 года. Так вкратце из переводной википедии о Фрэнке Кардагане Каупере, английском художнике и иллюстраторе портретов исторических и литературных сцен, которого называют последним из при Рафаэли. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok